35 секунд, бросок, рикошет и где шайба не попадает, она каким-то чудом в ворота! Всем привет и добро пожаловать в Череповец, Ледовый дворец вашему вниманию. Ну и сегодня будем наблюдать мы за матчем между Северсталью и СКА. В конце сентября команды в Питере продемонстрировали фантастическую игру. 13 заброшенных шайб и победа армейцев с берегов Невы была добыта в голевой перестрелке со счетом 8-5. Сегодня оставил он вне заявки Фомина Тимофея Давыдова и Иванцова в трассу не стартовое и тут же СКА пытается шайбу отправить в зону соперника. Не удается там зафиксироваться, но и череповчане среднюю пройти через передачу не сумели, как следствие проброс и первая остановка в сегодняшнем матче. Подшивалов 66-й, обросимов 17-й, лишка 23-й, тройка нападения, Душек и Калдис 21-й и 8-й номера. Соответственно, у нас шайба в воротах, вот так вот достаточно быстро Деанжело отличается, СКА выходит вперед. Но вот говорил я о том, что не хватает первой заброшенной шайбы Тони и тут же он ее оформляет. В предыдущем матче против Минского Динамо СКА отличилось буквально через 20 с небольшим секунд и сегодня и минуты не прошло, как счет уже становится 1-0 в пользу гостей. Ставит корпус 42-й номер, пас на дальнюю, бросок и это штанга в исполнении Плотникова. Да, выручает сейчас каркас ворот Северсталь. Навал на ворота первого номера Северстали. Здесь каркас ворот выручает после броска Плотникова. Ну и уже одну шайбу успели забросить. Кист из берегов Невым. Передача в глубину от Думбадзе. Лишко бросает и в этой ситуации уже по-настоящему Плотников свою команду выручает. Вот эти кружева, которые Северсталь сейчас сумела заплести в зоне соперника. Грудинин, ну а почему бы не попробовать? Бьет по тормозам, ищет второй темп и находит его. Скоринов бросает и забивает 1-1. Грудинин, какая пауза от Скоринова и идеальное попадание в ближний угол. Плешков здесь был бессилен, но вот собственно сейчас Северсталь очень здорово использовала смену. Здорово Грудинин здесь шайбу сохранил, зрячая передача на Скоринова. И здесь перед Плешковым сразу нескольких кистов, причем своих же было. Никто не сумел выдвинуться и помешать Скоринову, а тот бросил, попал идеально. В ближний угол. Шансов вратарю в этой ситуации 12 номер Северстали не оставил. Марин не пускает шайбу к себе в зону, здесь Алистров против него борьбу ведет. Марин снова с ней, передача на Калдеса. И вошли в зону 3-1. Атака Скоринов на дальний бросок 2-1. Что творит Северсталь? Разыграли как по нотам и снова отличается третье звено. Давайте еще раз смотреть. Вот так вошли в зону. Хорошая передача Калдеса, Скоринов на дальнюю. Ну и тут сразу два адресата у этого паса. Кручинин здорово развернулся, бросил. И Степанов, в принципе, готов был в касании завершать. Но сделал это Кручинин. Сделал это блестяще. Раз он уже в исполнении Иванова. И вот так вот парашютиком шайба добирается за Скоринова. И это гол! Скоринов из-за ворот отличается. 3-1 в пользу Северстали. Дубль 12-го номера хозяев. От голкипера. Шайба попадает в сетку. Но здесь, мне кажется, Скоринов видел, что у Серебрякова нога находится не у штанги, а где-то за ее пределами. Соответственно, от конька и искал этот отскок. Снова Душак. Нет пока вариантов для броска. Пилипенко под ворота. Серебряков отбивает раз, отбивает два. Никишин снова не стал бросать. А время-то тает. Выстрел Григоренко. И эта попытка заблокирована. Никишин под ворота. Пас на пятак. И Шостак здорово клюшкой действует. Никишин бросает. Шостак отбивает. Еще одна попытка. Шостак шайбу фиксирует. Да. Жаркая концовка. Первого периода. Ну, собственно, как и весь игровой отрезок. 3-1. Итоги первого периода подводит нападающий команды Северсталь, автор дубля Александр Скоринов. С первых минут команды задали высокий темп игры. Какая была установка на период? Ну, в принципе, как и на всю игру, мы должны активно играть, контролировать шайбу. Все-таки дома играем. Это нас как-то подстегивает должно. Зрители гонят. Спасибо им большое. Должны продолжать в том же духе. Так, лихо. На скамейку запасную заскочил Давид Думбадзе. Грицук в зону вошел, бросил. Шостку в шлем шайба угодила. Но эпизод-то еще продолжается. Сегодня заметен своими, в первую очередь, сольными проходами. Вот один из них. Но что в первом периоде, что пока что во втором, отличиться 81-й номер СКА не может. У хозяев не самое лучшее. 19-й показатель в лиге. А тут момент, какой из серебряков команду выручает. Ну, если не идет с розыгрышем, можно попробовать в Брасовне выиграть и тут же огорчить соперника. А Голенюк здесь первым на подборе оказался. Плотников. Тайбу остановил. Пас на дальнюю. Алистров бросает. Шосток выручает. Ну, и в этом эпизоде так же без нарушения правил не обошлось. Снова игра в формате 4 на 4. Голенюк. По ближнему борту здесь Грицук. Есть передача Глотову. Выход 1 на 1. Глотов ставит точку. 3-2. Вот такой вот выход из своей зоны продемонстрировали хоккеисты СКА. И Василий Глотов, который не так давно дебютировал в этом чемпионате, забрасывает уже свою очередную шайбу. Отличился он и в первом. Противостояние этих команд в Санкт-Петербурге забросил и в Череповце. Здорово убежал от соперника. Поставил корпус и с неудобной руки точно под перекладину шайбу отправил. Придача в глубину зоны. Зайцев корпус ставит с неудобной вперед. Толчинский. Шайбу вывести не сумел. Растопить добивание будет в этой ситуации. Но и с первым, и со вторым Серебряков справляется. Давыдов. В зону вошел. Скидка. Пьянов бросает. Шайба под Серебряковым. И не зафиксирована она. Шайба за Серебряковым осталась. Кто-то зафиксировать ее Галгибер так и не сумел. Тем не менее, свою команду выручил. Никишин, если что, готов был там подстраховать. Вполне вероятно. Пас на пятак. Подшивалов там открывался. Но Серебряков свою клюшку поставил на пути этой передачи. Момент узка. Бросок. И не удается пробить Шостака. Бросок Бартакова нам показывает. Хорошая атака с ходу. Классная скидка от Толчинского. Но на пути. Дайбы встает Константин Шостак. Здесь неудачно действуют другие. Но свою же помарку исправляет моментально. Никишин. Через дальний борт. Трецов. Звучит сирена. Итоги второго периода подводит нападающий команды СКА Василий Глотов. Василий, прошли 2-20 минутки. Как оцените их для вашей команды? Второй период лучше сыграли. Первый провалили чуть-чуть. По счету, по игре я бы не сказал. Просто пару моментов неправильно сыграли. Команда соперника реализовала шансы. Как действовать команде в третьем периоде, чтобы улучшить ситуацию? Я думаю, продолжить наращивать тем, как мы делали во втором. Была позитивная 20-минутка. Я думаю, побольше бросать и шаг зайдет. Сыгрался с партнером. Передачу еще одну получил. Дальше уже в среднюю зону на Подшивалова. Лишко. Бросок касания от Абросимова. Лишко выручает Серебряков. Смотрим за действиями Лишки. Наброс от Абросимова. И в нужном положении находился Лишко для того, чтобы добить. Де Анжело отработал в обороне. Грудиня. Здесь вот, собственно, силовой прием Де Анжело. Эту атаку и начал. Разворачивается. И вот такую диагональ выполняет Наглотова. А здесь Де Анжело на скорости. Перевод на противоположный фланг. Бросок Зыкова выручает Шостак. Аймурзин вперед. Ильин. Калдис открывается. Следует передача Пилипенко. И момент так какой не получается. Бросок у 13-го номера Череповчан. Григоренко. Хороший перевод. Де Анжело. Два в одного выход. Пас на дальнюю. Успевает вернуться в этой ситуации Душак. Радаков. Неплохо открылся. Шайбу получил между двух. Пролез. Бросил. С неудобной руки. Но вот бросок таким сильным, таким его видел. Бородаков явно не получился. Надежда, что кто-то из нападающих поборется здесь за подбор. Но проброса действительно не будет. Силовой прием. Здесь хорошее силовое восполнение Грицука против Грудинина. С неудобной руки вперед. И выходит шайба из зоны. Кручинин корпус ставит. Два в одного. О, Кручинин бросает и забивает. 4-2. Дубль Скоринова. Дубль Кручинина. И Северсталь снова ведет в две шайбы. Отличный выход в контратаку получился в этой ситуации. Ну и Никита Серебряков свою команду выручить не сумел. Здесь уже к нему претензий никаких быть не может. Ну что, задача усложняется для СКА, но им по-прежнему нужно забивать, чтобы рассчитывать на очки в этой игре. Теперь забивать нужно не одну, а минимум две. Борьбу выиграл. Заброс в глубину. Калдис. Нарушение правил. Фиксирует бросок Грицука. Добивание и гол Плотникова. 4-3. 2 минуты и 6 секунд. До конца третьего периода. Игру в формате 6 на 5. СКА превращает в заброшенную шайбу. При всем при этом еще и отличились на отложенном штрафе. Больше минуты еще играть в третьем периоде. Вбрасывание за гостями. Пасный пятак. Бросок выручает Шостак. В сложнейшей ситуации голкипер спасает свою команду. Зыков меняет фланг атаки. 35 секунд. Бросок. Рикошет. И где шайба? Не попадает она каким-то чудом в ворота. Отбивается Северсталь. Давайте еще раз смотреть, что же здесь было. Уже казалось шайбе деваться некуда. Раз рикошет. Два из метра Плотников не сумел замкнуть. Последние секунды. Григоренко. С неудобной на пятак. И проходит передача. Алистров. Чуркин тому борьбу навязывает. Скоринов. Бардаков. Бросок не получается. Звучит сирена. Северсталь побеждает со счетом 4-3. Тяжелейшая концовка. Итоги матча подводит главный тренер команды СКА Роман Ротенберг. Харман Борисович. Ваш комментарий по встрече. Хорошая яркая игра. Обе команды играли очень яркий хоккей. Где-то соперник был вначале посвежее нас. Когда Северсталь. Свежая команда. Это очень опасная команда. Когда играет на свежесть. Они были очень свежие. У них было немножко времени отдохнуть. Они отдыхали после поражений. Понимали, что будет тяжелая игра для нас. И в принципе есть моменты, которые надо улучшить. Ну вот если уберем эти две минуты, когда просили две шайбы. В остальном улучшили игру. И есть за что цепляться к следующей игре. Андрей Леонидович, Ваш комментарий по игре. Хорошая командная победа. Сегодня было единство. И увидели, как ребята играли друг за другом. Поэтому счет на табло. Важно было взять реванш за прошлую встречу? Нам важно побеждать сейчас каждый матч. Потому что у нас была серия поражений. Поэтому мы у нас не разграничиваем игры. Мы играем в каждой игре. Спасибо.